Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Алла Лайкова. Смотрите выпуски. Универсалы своего дела в России празднуют День фельдшера. Выпил? Не садись за руль. Завтра стартует акция «Трезвый водитель». Память о героическом родственнике обязывает интервью с председателем городского собрания депутатов Сергеем Мелентьевым. В Архангельской области проходит акция «Передай лопату». Начал ее Северодвинск, затем присоединился Новодвинский и Пинежский район, который передал эстафету Котласу. Сегодня, вооружившись лопатами, снег у памятника героям Северодвинской военной речной флотилии вышли убирать руководители города. Сегодня в обеденный перерыв глава города и руководитель разных управлений администрации взяли в руки лопаты, чтобы присоединиться к областной акции. Запустил ее Северодвинск сразу после недавних снегопадов, когда всего за сутки выпала 10-дневная норма осадков. И даже работая в авральном режиме, коммунальщики не успевали убирать снег. Мы все с вами хотим жить в комфортных условиях, мы хотим передвигаться по чистым дорогам, мы хотим иметь возможность гулять с детьми, двигаться на санках, но для этого, видимо, необходимо немножечко поработать. К акции «Передай лопату» уже присоединились разные города области. Котласу эстафету передал Пинежский район. Для расчистки у нас была выбрана территория возле памятника героям Северодвинской военной речной флотилии. В преддверии 23 февраля я считаю, что это памятное место и для котлашан в том числе, и возможно здесь будут проводить некоторые памятные мероприятия ветераны города. Работа спорилась быстро, а наиболее ловко с расчисткой территории справлялся начальник управления экономического развития Евгений Деньгин. 21 год живу в своем доме, снег всегда, поэтому лопата хорошая, обязательно, чтобы было видно, чтобы не закопалось угробом. Полностью расчистив от снега площадку у памятника героям Северодвинской военной речной флотилии, котлашане передали эстафету Виноградовскому району. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник – День фельдшера. В Котловской горбольнице трудятся более 120 фельдшеров, 63 на скорой помощи, 52 в поликлиниках и 7 на ФАПах. Прямо сейчас предлагаем вам поближе познакомиться с тремя котловскими фельдшерами. Выпускница котловского техникума Алина Кожевникова ведет прием с августа прошлого года. Медикам Алина мечтала стать с детства, ведь это самая гуманная профессия. Я сначала на куклах, потом уже на младших сестренках, потом на родителях. И вот решила пойти на фельдшеру. Молодому специалисту бывает непросто, но не доверять ему не стоит. Ведь всегда есть опытные коллеги, которые помогут, подскажут, проконсультируют. Я бегу, консультирую с кем-то, пациента либо отпускают домой, если все терпимо. Потом перезваниваю, дальше к узким специалистам направляем или телемедицины в Архангельск пишем. Также можно подойти к терапевтам, которые сидят на участке, проконсультироваться. Они помогут, подскажут, и мы уже дальше сами. Фельдшерский стаж Натальи Еремеевой – два года. За это время она вылечила сотник от Лошан и спасла множество жизней. Запомнился один из первых пациентов, к которому Наталья приехала домой. Мужчина был в агонии. Фельдшер сразу поняла, что у него вот-вот случится отек легких и вызвала подмогу. Провела осмотр и поняла, что нужно экстренно госпитализировать, потому что у мужчины была нарастающая дыхательная недостаточность, то есть там дыхательная недостаточность до двойки доходила. И да, по экстренным показаниям вызвала скорую. Долго он очень, наверное, в течение полу-тва месяцев он лежал в стационаре у нас, сначала в реанимации, потом в реанимации по всем отделениям. Но выжил и до сих пор как бы и живет на моем участке, на котором я сейчас принимаю пациентов. Четыре года учебы в колледже СГМУ и еще четыре года практики в Котловской больнице. Такой профессиональный стаж фельдшера Юлии Лобыкиной. Начинала вне от ложки, а там каких диагнозов только не встретишь, от ОРВИ до переломов и других травм. Так что опыт в лечении разных заболеваний у Юлии огромный. Был такой случай, пришел мужчина, он про клещей, получается он снял клеща дома, мы начали его смотреть, я говорю, поворачивайтесь, и второго клеща нашли. Приходили вот с переломами, с какими-то инородными телами, то есть смотрели, когда-то могли, естественно, помочь пациенту, иногда отправляли уже к узкому специалисту. Фельдшер – универсальный медицинский специалист. Он может оказать первую помощь, провести небольшую операцию и даже принять роды. Ну и, конечно, умеет оказывать психологическую поддержку. Ведь каждый человек приходит в его кабинет с болью, и порой нескольких добрых слов достаточно, чтобы он успокоился и почувствовал себя лучше. Для всех, кто участвует в конкурсе «Всей семьей», который проходит в рамках одноименной всероссийской акции, расскажем о новом задании. Суть конкурса – всем вместе выполнять несложные задания. На этой неделе участникам нужно просто рассказать, почему они решили принять участие в онлайн-проекте «Всей семьей». Об условиях выполнения задания можно узнать на странице в группе ВКонтакте «Центр поддержки молодой семьи всей семьей». Это задание пятое по счету. Семьи, выполнившие четыре и более заданий, включая финальное и загрузившие соответствующие отчеты в чат-бот, получат возможность принять участие в финальном розыгрыше призов. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. 23 и 24 февраля в клубе «Гранат» выступит кавер-группа «Скай Кидз» из Ярославля. Насладитесь отличной музыкой и живым выступлением. Начало в 22 часа. Подробности на странице ВКонтакте «Гранат». Ева. Магазин одежды и аксессуаров. Теперь по новому адресу Котлас, проспект Мира, 31-Б. Спектакль «Раневская». Одинокая насмешница. Трогательная комедия и неповторимый юмор. 12 марта. Котласский дворец культуры. Билеты на сайте артембилет.ру. МОЗ «Трансавто» приглашает на работу водителей автобусов Московской области. Вахта 30, 60 или 90 дней. Заработная плата от 95 до 120 тысяч в месяц. Оплата проезда до места работы. Для проживания предоставляется общежитие. Справки по телефону в Котласе. 8-911-877-06-37. Жанна Эпле и другие в народной лиричной комедии «Любовь и голуби». 26 февраля. Котласский дворец культуры. Билеты на сайте артембилет.ру. Для сильных и самых умелых мужчин представлены подарки на выбор в магазине «Бобер» на улице Гагарина, 45. Что такое пила и что такое лобзик, знает настоящий мужчина. С 22 по 25 февраля в Котласе, Коряжме и Котласском районе пройдет профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Его цель – выявить любителей управлять автомобилем в нетрезвом виде. С начала 2024 года на территории Архангельской области произошло 32 ДТП с участием пьяных водителей. Госавтоинспекция напоминает, что подобные нарушения чреваты административной и даже уголовной ответственностью. Если водитель впервые сел за руль нетрезвым, то его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, а также ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено, если водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При повторном нарушении за езду в нетрезвом виде и отказ от медэкспертизы нарушителю грозит уже уголовное наказание. В случае, если по вине пьяного водителя погибли люди или они получили увещи, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения в дежурную часть по телефону 2-28-22, а также на телефон единой службы 112. Команда учащихся художественного отделения «Гаммы» взяла гран-при на всероссийском конкурсе «Медный всадник», который проходил в Санкт-Петербурге. А одна из учениц по итогам творческого состязания стала абсолютно чемпионкой. Эта четверка завоевала гран-при на всероссийском конкурсе «Медный всадник», который проходил в Санкт-Петербурге. Это очень престижное состязание юных художников. В этот раз на него съехали 64 участника из 16 художественных школ страны. Обойти всех Котлашанам было непросто. Ребята собрались, настроились. Я им как-то помогал, и мы готовились перед этим. К самому узкому празднику в магазине «Халат Халатыч» сейчас предлагают прекрасные стирки, навсегда нужные нас техниками рисования, поэтому их отобрали для участия в конкурсе. В наличии имеются подарочные сертификаты, а самый шикарный выбор подарков нелюбимых мужчин. В магазине «Халат Халатыч» на Невского 21. В музее связи плакаты нужно было проявить не только художественный талант, но и креативность мыслей. Тоже можно подарить мужчине, но не обычным, а съедобным. Например, из колбасы и висе, а приобрести их можно в группе «Почта России». Это поселён на Российской империи. Это конец, будто что это поселён современный. Самое популярное мне в наборах в том, что рисовать можно было не с накуром, а по памяти. Ну, конечно, зарегидаюсь вспоминать, как выглядит нашим преподавателем, и рисовать их по памяти. Я рисовала преподавателя по декоративной композиции Анну Сергеевну. Как превратить животное в цифру? Эти ребята теперь знают. Нам выдавали бумажки, то есть животное и цифра нам выпадала, то есть это была жеребьёвка. Было нестандартное, и было сложно как-то закрутить животное. Мне попался кабан. Девушки, следуйте нашим советам, и вы точно порадуете своего защитника. И помните, что народная музыка согласит, кто без подарка на 23 февраля придёт, Мария Пугачёва. За все задания Маша получила максимальное количество баллов. Я очень обрадовалась. Мне это было большой неожиданностью, потому что я не ожидала, скажем так, такого, потому что там всё-таки было очень много участников. Уже 24 февраля этих ребят ждёт очередное состязание. В Гамме пройдёт всероссийский конкурс юных художников «Синяя птица». Причём объективность нашего конкурса, он по системе вот этого проведения похож на экзамены при поступлении в художественные учебные заведения. Точно так же всё. Ребята приходят, берут номер, садятся, где Мальберт с этим номером, не сами бегают, выбирают. И уж что досталось, какое место. Бывают выгодные, невыгодные. И ставят только свой номер на работе. Поэтому члены жюри не знают, кому они дают места. Всероссийский конкурс юных художников «Синяя птица» пройдёт в Гамме уже в 23-й раз. На него приедут ребята из 29 школ со всей России. Для них будет 5 номинаций. Натюрморт, портрет с натуры, станковая композиция, декоративная композиция, скульптура. 23 февраля – День защитника Отечества и День самых любимых мужчин. Чем порадовать своего героя, какой подарок выбрать, расскажем и покажем далее. Для сильных и самых умелых мужчин представлены подарки на выбор в магазине «Бобёр» на улице Гагарина, 45. Что такое пила и что такое лобзик, знает настоящий мужчина. Помимо огромного выбора лобзиков, здесь предлагают шикарные скидки на всё тепловое оборудование. Пушки, снегоуборщики, лопаты, снегоочистители и мотобуксировщики. В этом магазине есть всё, что нужно для хозяйственного мужчины. Садовая и силовая техника, оборудование для клининга, расходные материалы, станки, крепёж, метизы и сварочное оборудование. Лодки, удочки, крючки – мечта любого мужчины. Добытчикам, рыбакам, охотникам, а ещё спортсменам выбираем подарки в магазине «Капитан». Клюёт мужчина на подарки, если будет он в палатке. Не только палатки, но и крючки, снасти, спортивная одежда, лыжная экипировка, спортивные тренажёры и многое другое можно присмотреть в «Капитане» для любимого человека. Замечательно, что в этом месте действуют бонусы накопительной карты. Скидка 3% при оплате покупки наличными, а также можно приобрести подарочные сертификаты на сумму от 500 рублей до 5000. Магазин «Капитан» на Калинина, 10 – тот самый магазин, где сбываются мечты. Переходите в «Капитан» за подарками. Будет муж безумно рад, подари ему халат. К самому мужскому празднику в магазине «Халат Халатыч» сейчас предлагают прекрасные скидки на всегда нужные носки, нижнее бельё и термобельё, а также пижамы и халаты. В наличии имеются подарочные сертификаты. А самый шикарный выбор подарков для любимых мужчин в магазине «Халат Халатыч» на Невского, 21. Букет тоже можно подарить мужчине, но не обычный, а съедобный, например, из колбасы или сыра. А приобрести их можно в группе ВКонтакте «Ешь букет». Есть рыбные букеты для зожников и спортсменов, букеты из орехов. Для банщиков – букеты из веников и шапочек. Самыми популярными наборами у нас являются наборы с орешками. Ну, конечно же, и немножко добавлением сладостей. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а вкусный путь лежит через «Ешь букет». Девушки, следуйте нашим советам, и вы точно порадуете своего защитника. И помните, что народная мудрость гласит, кто без подарка на 23 февраля придет, тот без подарка на 8 марта и останется. В памяти героических близких есть в каждой семье. Председатель городского собрания депутатов Сергей Николаевич Милентьев рассказал моей коллеге Светлане Свинобой о своем родственнике, герое Советского Союза, в честь которого названа одна из улиц Котласа. Подробности в следующем интервью. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. В преддверии 23 февраля мы с вами побеседуем. Немногие знают, что ваш родственник – герой Советского Союза, и даже в честь него названа целая улица. Вот ваша семейная история, вообще, наверное, в семье много об этом говорили? Да, конечно, в семье помнят о своих знаменитых предках. Вот он мой дедушка двоюродный, брат моего деда по отцовской линии. Мы знаем о том, что он родился в деревне Малая Соколова, здесь недалеко. В семье их было пятеро детей. Родился он 26 июля 20-го года. И после окончания семилетки поступил в речной техникум сюда, в Лиминду. Но тогда уже, это был 36-й год, но уже в стране такие витали мысли о том, что скоро будет война. И мальчишки все хотели стать военными. И он буквально с первого курса вот этого речного техникума решил вместе с друзьями поступить в военное училище. И маме, и родителям сказал, что я хочу быть военным. Вот поступил, и буквально на следующий год он уже участвовал в качестве кадрового военного в освобождении Западной Белоруссии, вы помните, в освобождении Польши. Участвовал в финской кампании, за которую получил первую медаль свою. Ну, прошел практически всю войну. Вместе отступали первые годы войны. И с 43-го года началось наступление. И он в возрасте 23-х лет. Ему присвоили звание подполковника, и он командовал штурмовым полком. Такой молодой. Да. Командовал штурмовым полком. И участвовал в Кишиневско-Явской операции. Это Молдавия, Кишинев, Венгрия. И звание этого он героя получил за целый ряд успешных операций, которые полк под его командованием проводил. Одна из них — это форсирование реки Тисы, которая шириной по форвету порядка 180 метров в том месте была, и глубиной 10-12 метров. Вот под обстрелом, под огнем в ночное время его штурмовый полк преодолел эту преграду. И свыше тысячи военных взял в плен. Много техники, пушек. Все это было, значит, перечислено. И вот по итогам этих удачных наступательных операций, по итогам освобождения, по-моему, 12 городов, за одну наступательную операцию, он был представлен к званию Героя Советского Союза. Он был пять раз ранен, да, дважды контужен. Два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, вот и звезда Героя. Ну, по окончании войны он решил посвятить себя дальнейшей службе в армии, поступил в Академию, в Исковскую Академию. Но, не дожив до 25 лет, то есть уже после победы, в июне 1945 года он погиб. Погиб при, ну, загадочных обстоятельствах, мы считаем, ну, в семье так считают, что прогуливался с ординарцем в Москве, и на тротуар выскочила машина грузовая, сбила их насмерть. И машина так и не была установлена с места происшествия. Вот, и он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Такая яркая, короткая, но очень яркая жизнь. В каком году, да, решили назвать улицу Милентева имени вашего родственника? 30 лет победы. А вот тогда в городе по инициативе ветеранов, ветеранской организации, была проведена большая работа по изысканию героических страниц земляков. И вот в том числе было решено выйти с инициативой о переименовании одной из улиц в городе Котласе, улицу имени Героя. А он ведь учился здесь, в третьей школе, в городе Котласе. Третья школа, которой сейчас ее нет, она вот деревянная, здесь была недалеко, на площади Совета. А вот затем это стал Третий лицей. В Третьем лицее помнят своего ученика, выпускника. Там памятная доска установлена в части его памяти, и там и парта Героя. Мероприятия памятные были. Но совсем недавно, в 2020 году, мы отмечали его столетие. Со дня рождения. Вот пример такого героического родственника, он вообще вас как-то по жизни мотивировал? Заставлял это вас соответствовать как-то все-таки памяти двоюродного дедушки? Да, конечно. Потому что мы, учащиеся в школе, мы ведь изучали историю, по примеру, многих героев. Это и освоение Северного полюса, и знаменитые перелеты, и герои войны, и герои-пионеры. И вот иногда так казалось, что это они какие-то особенные люди, герои. Что вот, наверное, их рядом таких нет, вот они где-то там. А когда узнаешь о том, что вот твой родственник, да, вот стал героем Советского Союза, то уже понимаешь, что в принципе стать героем можно при желании. Ну, если речь идет о защите Отечества, то, конечно, это высокое чувство любви к Родине и патриотерии. Ну, то, что и сегодня наши ребята участвуют во СВО, тоже вот они же жили рядом с нами, тут же по одним улицам ходили, а сегодня проявляют чудеса храбрости, героизма. Вот в эти же дни, в которые мы с вами и живем, они же тоже помнят примеры. Вы учились в высшем учебном заведении, да, у вас там была военная кафедра. Как вас вообще приобщали к военному делу в то время? Так как получали высшее образование, то это по итогам обучения мы получали офицерское звание, лейтенант, но это звание было присвоено не только по итогам учебы, но и по итогам военных сборов. Военные сборы проходили в течение 50 дней, жили в палатках под городом Ярославле. И, так скажем, пришлось почувствовать солдатскую жизнь, хоть и на короткий срок, но это было достаточно интенсивно. Это были и марш-броски, и ночные, и круглосуточные. В общем, памятное мероприятие солдатской жизни мы попробовали. Сергей Николаевич, вы возглавляете Совет ветеранов. Вообще, вот есть какая-то статистика, сколько у нас сейчас осталось ветеранов? И еще такой вопрос. Те, кто возвращаются с СВО, они тоже приобретают статус ветеранов? С ними вот как взаимодействие происходит? Потому что я знаю, что, например, в Совет ветеранов Вычегодского там сети плетут маскировочные, то есть как волонтеры уже выступают. Наша ветеранская организация насчитывает порядка 90 первичных организаций и клубных формирований, а общая численность активистов достигает 9 тысяч человек. Понятно, что эти формирования, они созданы на базе разных предприятий, организаций, учреждений, но также и клубных формирований. И вот эта работа, о которой вы говорите, она проводится этими первичными организациями. Понятно, что сейчас у нас ветеранов Великой Отечественной войны все меньше и меньше. Сегодня три человека. Но у нас к этой категории относятся и узники фашистских лагерей, и жители блокадного Ленинграда. Ну, 15 февраля мы с вами отмечали 35 лет вывода войск из Афганистана. Вот это послужило поводом обратить внимание на ребят-участников этой афганской кампании. И не только афганская, а обратиться ко всем воинам, интернационалистам, которых у нас на территории города достаточно большое количество. На наших глазах передается эстафета героических дел от одного поколения к другому. И вот сегодня молодые люди, которые участвуют в СОО, это нынешнее... Они делают нынешнюю историю. Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим праздником Днем Защитника Отечества. Вот некоторые говорят, что День Защитника Отечества это мужской праздник. Но я с этим не согласен. Потому что защита Отечества это священный долг, обязанность каждого гражданина нашей страны. И как здесь приходится и без женщин, без тыла не было бы тех великих побед и достижений, которые знает наша история. Поэтому я отношу к Защитникам Отечества всех наших граждан, которые душой, сердцем болеют за успехи нашей Родины и являются настоящими патриотами. Здоровья вам! Успехов! Любви! Благополучия! С праздником! На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и в одноименной группе ВКонтакте. А я же с вами прощаюсь. Увидимся! 22 февраля в Котласе будет пасмурно. Осадки не ожидаются. Температура воздуха в дневные часы 5 градусов ниже нуля. В ночные часы до минус 6. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.